всем привет ребят значит мы подумали сейчас уже приходит сезон зимы мы начинаем серию сюжетов про машины для зимнего дрифта зимний дрифт в моем понимании это что-то дешевое веселое бюджетом типа там тысяча две глобальная я в Баларуси вижу четыре варианта машин для зимнего дрифта это вот такие ну массовые естественно есть какие-то еще там экзотические варианты но базовые это форт сиерра это бмв е30 или е36 если кто-то побогаче немножко вольво 340 и это жига почему эти машины потому что их много запчасти стоят копейки они заднеприводные в принципе для зимнего дрифта самое главное чтобы машина была заднеприводная а потом уже начинаем все остальное плясать почему сиерра их было введено в свое время в 90-е годы очень много в Беларуси запчастей немерено сиера стоит в каждом дворе то есть если вы пройдете по вашему двору вы скорее всего увидите какую-нибудь сиеру вольво тоже они сделали интересные машины вот это 340 вольво там двухлитровые моторы коробка стоит сзади они немножко уродские снаружи сиеры тоже скажем так как бы нужно доработать чтобы она была симпатичная вольво вообще не знаю как доработать чтобы она красивая но зато она едет и это дешево бэхо это конечно круто это престижно но найти е-30 живую с живым кузовом за разумные деньги это очень сложно это наверное будет тысячу две долларов стоить просто донор жиги на самом деле все начали с красноярска в красноярске все это дешево вся россия ездит на жигах но мы не красноярск если бы красноярск был в Беларуси они бы ездили на сиеррах мне кажется но имеем что мы имеем и вот смотрите вот я говорю что в каждом дворе можно видеть сиерру мы смотрим чик сиера и их немерено они есть везде сиера помощнее будет в ней мотору это двухлитровый мотор это 115 сил где-то в ней длиннее колесная база причем сильно то есть в сиере 2.6 метра колесная база а в жиге 2.4 то есть почти 10 процентов разницы это очень много на самом деле там и колея в принципе уже то есть жига вся намного более компактная по цене важный момент по сиеррам годная ладная серка для дрифта наверное дешевле 600 долларов не купите 600 700 800 1000 это уже борщ давайте не будем взрывать рынок по запчастям стоимость запчастей на серую она вас приятно удивит особенно если у вас есть какая-то иномарка более современная вы удивитесь сколько все это стоит мое любимое фонарь на серу стоит 5 рублей то есть два с половиной доллара где вы еще что-то купите за 5 рублей она в принципе довольно пустая если честно но при этом очень хорошо выглядит за рулем машине сидеть реально хорошо вот честно я вот знаете вот я сажусь когда за руси или меньше нравится сиера она появилась по-моему начале 80-х годов жиги это разработки 50-х годов это катастрофически большая это пропасть машинах все хорошо тут есть печечка которая дует с мать есть приборочка которая аккуратненько все у тебя есть но в общем это красота мы когда смотрели серы я понял такую вещь что заказать можно купить просто хорошую машину на каждый день ну то есть если у вас ограничен бюджет какой-то причине да то есть понятно все любят ездить на новой машине там не знаю там новый камеры там и там но это все дорого а вот если у вас ограничен бюджет заказать можно найти хорошую ладную сиерку это будет там 90 год это будет нормальный кузов это будет мотор двухлитровый который в принципе едет в потоке то есть который с двадцать сил где-то будет и это приличная машина которую не стыдно ну то есть не противно садиться от нее конечно пахнет будет пахнуть бабушками но в целом это норм запчасти стоит копейки вообще этим красноярск был в беларуси они бы ездили на сиерах я думаю в себе с чем бы ездил да она тяжелее чем жига это однозначно но она мощнее она удобнее но если вам по фану покататься класс и также это просто может быть daily drive машина чтобы перевести колеса какой-то храл хлам там что-то еще класс ну реальная эргономика эти колоночки есть карманчики есть карманчик еще это есть класс тут карманчик пепелка ну все класс все на своих местах все удобно сделано все красота по моторам значит по моторам это сиера с правильным мотором 2.0 hc инжектор это вот лучший мотор который нужно искать в сиере потому что было по сути три варианта двухлитровых моторов на сиерах первое это два литра карбюратор не берем потому что карбюратор будет вам делать мозги особенно зимой и когда влажность другая или что-то еще его настраивать никто не знает как все уже забыли не нужно это второй вариант это 2.0 hc одновальный мотор и с инжектором это идеальный вариант и третий вариант который был это 2.0 dhc двухвальный но он тоже восьмиклапанный то есть вроде два вала поставлены над головой все равно там осталось всего лишь восемь клапанов то есть он не стал мощнее там чуть-чуть мощнее там может быть там 5 сил разница но там проблема с головой голова там не выдерживает температурных нагрузок и эти моторы они уже давно приехали и их минимальный капиталь они все капитальные но при этом они все еще плохо капитальные и жить они не будут то есть в принципе конечно ездить наверное можно потому что зимний дрифт не предполагает больших пробегов там да и там если вы будете подливать масло воду и что-то еще в принципе неважно ну так скажем чушь там подлил поехал дальше мы с бензином заправил там да но в идеале брать двойной hc это неубиваемый мотор который вот прямо вот едет и едет он будет конечно тоже жрать масло его если его крутить как любой мотор тем более ему нужен старенький но глобально это хороший классный мотор который вас вывезет все те кто разбираются в сиеррах да такие люди есть потому что очень многие люди в 90-х ездили на сиерах или в 2000 на наши друзья ездили они знают просто мне говорили механик лёша каспер который механик сергея сака мне сказал четко же не никакого духа цепочка я когда искал я уже был был отчаялся я уже думал что не найду я нормального ухо цепку чтобы еще кузов был живой но он повезло нашли вот это что это такое вот 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 может быть кто-то в комментах ответит я честно не понимаю 1 2 3 4 5 я уповер и а б ц д е да какая-то чё-то надо гуглить наверное андрюха но посмотрим да это вот выглядит мотор 2.0 охc фи ай то есть это тот мотор который вам нужен если вы собираетесь покупать сиерру то есть если вы собираетесь покупать сиерру для дрифта нужен именно такой мотор 2.0 охc фи ай кстати это как бы как опция если вам скучно стало и у вас чуть чуть больше денег люди крутые ставят 2.4 за тег мотор сюда бомба вообще но это дороже это от скорпов следующих лупатых таких скорпов вы тоже опция подороже такая ну и ну и это сложнее конечно но это что у вас 140 сил и это можно ездить уже в принципе летом по мокрому если кузов выдержать то есть мотор тогда будет тянуть какие больные места у сиер кстати если вы будете покупать и не то чтобы сильно механикой сейчас они не то чтобы супер разбираюсь но глобально нужно смотреть лонжероны чтобы были вообще в целом они были и не не отваливались не отслаивались и чтобы можно было куда поставить домкрат потому что вы будете менять шины постоянно принципе других больных мест особенно них наверно нет добрый день добрый всем привет ребят в общем сегодня я проснулся и решил стать дрифтером ищем варианты для зимнего дрифта для зимнего дрифта вот такую бюджет до косаря лучше наверное за 600 за 700 что-то такое на зелую машину без вложений да это без вложений ну там в принципе потом мы разберемся там чем там пилим выпилим сошки еще в этом ничего не понимаю нашли только две три машины ford сиера 88 года 350 тысяч пробега несмотанного 18 механика задний привод нам нужен кузов живой двигатель задний привод добрый день все ярко поглядить где можно а яки адрес забить в навигаторы 30 до переоформлением за что-то снимете не я понял ну в плане что снимается хозяин и видят или это у хц эти до хц у них там вроде разные а там карбюратор я понял тогда перенаберем вам мышим инжектор спасибо понял до свидания добрый день по сиерочке беспокоим не продано добрый день по сиерочке одея поглядеть можно хорошо сейчас подумаем ехать далековато сейчас подумаем перенаберем вас вышла на связь хозяйка продает сиеру в универсале 89 год машина оказалась на инжекторе как нам надо история вся я сейчас поедем смотреть вот вот так вот так вот тут все что-то соплились что-то наверно отваливается уже от старости приехали на сервис новый радик так вот это что-то новое наверно бачок балочный сайлент порвана замена сердце сердце радиатор меняли наверно до того как тут где-то здесь для сопривиста радиатор на а только ремонт будет где-то в районе 300 долларов плюс еще где-то в районе 200 150 долларов пороге сделать дешево дешевого месяца дешево переоформили машину на меня предупредили что вот этой планки нету пары новые стоит свежий лабаж вот уже с трещиной написано gfl какой-то редкий обрез спойлер спойлер айку походу такой нужен будет печка у нас работает вот эти тумблеры я не знаю вот может быть кто-то подскажет юнитек написано скорее всего это не родное потому что панелька такая в алькантаре все подал вот такие чуть-чуть за чуть-чуть похим чистить и как бы будут как новых еду на ласточке поливая сотку руль колбасит причем знаете что ну я не знаю в чем вопрос руль колбасит а потом все нормально потом опять колбасит ну знаете ну видимо не прогрелась такая вот картина опа пусто новый радиатор здесь вот на двух хомутах сопливит и вот там внизу смотрите вот это сиера которую купила андрей встретились с андреем он сейчас расскажет значит вкратце историю значит во что вы все это вылилась покупка и на теперешний день что произошло то что он уже прошло сколько месяц уже прошел месяц то есть значит сначала андрей купил машину нашел ее на онлайн или по-моему да да нашли мы ее на онлайнере 1100 долларов она стоила торговали мы ее на 700 и бутылочку коньячка недорогого белорусского коньяк айк такой наш есть по машине в принципе ничего серьезного не было то есть заменили ступичный подшипник передний левый заменили два балочных сайлентблоков радиатор поменяли до потресну пластика ну пришлось радиатор менять в сборе хорошо сколько сколько сейчас по итогу состоится в районе ничёсе какие планы по тюнингу скажи пожалуйста то есть что ты что ты думаешь сделать в ближайшее время сиденье раскладывается два к одному бмв f10 это опция ребята вы знаете руль рс это подарила тебе жена да она жена на день рождения до подавила это реально это дорогая вещь такая коллекционная не коллекционная но найти ее очень тяжело состояние не очень мы это делаем ну вот в таком состоянии сколько стоит руль в таком 40 долларов 40 долларов стоит такой руль еще перетянуть стоит долларов 30 на 40 да ну всего он там наверно станет где-то 80 долларов что какие у тебя еще планы по потюнику что-то уже купил может собираешься купить редуктор с блокировкой красота 3.30 до 3.36 до попался 3.36 он оказался еще каким-то редким и вроде как там на первой передаче там можно будет наваливать и дальше никуда не щетка дисковые тормоза ставить разболтовку я наверное менять не буду потому что спереди четыре ну конечно сзади четыре ну наверное оставим посмотрим еще заказан уже в принципе он уже куплен новый ковш ремни решил взять оригинальные настоящие омп ремни широкие ковша с ремнями ко мне приедет уже где-то в начале ноября я надеюсь что он у меня будет ставить я не знаю может пока спешить не буду я хочу просто попробовать вообще покататься а вы ворот будешь делать вы ворот будешь делать ворот буду пока еще не понимаю какой и как его делать потому что есть куча вариантов предлагают и ставите и рейку от скорпай ну или же не можно просто там эти сошки переварить да я еще вот на это на эту тему не знают жопу мне все понятно что редуктор есть не осталось купить балку полуоси и останется разобраться с мордой как не обещают это там недельная работа загнать это все там выкинуть лучше же начать я понимаю но первый момент это еще пока не собраны все запчасти на хочется уже собрать в багажник закинуть завести в машину на сервис и культурно все сделать по колесам тоже у меня как бы вопрос у меня 13 колеса сейчас советуют вроде как 14 на самом деле выбор большой за 100 долларов может быть хорошее литье у вас 13 у нас 15 вот видишь а 13 говорят маловато слушай да все это ерунда на самом деле 30 сильно дешевле резина то есть резина 13 хакоперита 8 стоит сильно дешевле чем 14 еще дешевле чем 15 на вскидку ребят на вскидку но по-моему комплект 13 стоит долларов 200 может 250 а комплект 15 стоит 400 а это большая очень большая разница я бы ездил так на самом деле как бы просто дешевле резина сразу стоит зима зима смотрите стоит белошиновская зима роса его спереди а сзади белошина вот так выглядит значит мотор с электронным впрыском вот сразу был ну я не знаю это новый может быть или свежий просто аккумулятор ну это да вот вискомуфту мы поменяли потому что она по морде видите получила таблички все на месте вот этого дела мы поменяли поменял я топливный фильтр он в принципе в принципе в принципе все артур как вам мне рассказывать конечно да это жигули копейка ага один и три сколько у нее на пробеге на спинаметре 89 тысяч 59 846 под капотом карбюраторчик никакого карбона вам ничего винкот вы видите 20 011 модели не будут не буду надо зарисовать чтобы не украли подсветки под капотки у вас в майбахе есть подсветки под капотки или вы в темноте на ощупь копаетесь очень смотрите какие колесики можно увидеть в отражении себя сделано в ссср никаких вам докаток полноценное запасное колесо переноска смотри еще это если одной лампочки мало чтобы проверить уровень масла достаете вторую из другой страны щупа проверяешь печка моя универсальная ну это было так понимаю на ромашине да там еще он что-то вон вешал на ключи не на той же точно не пройдет на 17 копеек за раствором мяка кому там аптечка нужна была аптечка нужно было как ты думаешь ставился бош в те года 79 не зато наши деды воевали чтобы бош ставился на жигу а вы бы что выбрали правильный пацан не купит себе такую машину а вот такую купит подписывайтесь на рейсинг байс ставьте там подписаться колокольчик это вообще бомба даже поделитесь с друзьями записью нам будет приятно и друзья ваши узнают как пойти попасть и пишите в комментариях значит ваше мнение про зимний дрифт какую тачку вы уже строите или ваши друзья строят можете у вас есть какие-то идеи предложения что нужно снять тоже мы будем всему рады потому что мы еще развиваемся и